здравствуйте дорогие мои подписчики сегодняшняя наша тема касается заявлению пашиняна как вы знаете в елисейском дворце он встретился с президентом франции макроном и поблагодарил его за его действие как члена минской группы и сказал следующее что готов подписать мирный договор ссылаясь на 8 декабря 1991 года здесь он намекнул на то что как член минской группы как мы знаем минской группы нету она давно уже парализована и по его заявлению как член минской группы он благодарен франции 22 апреля 2022 году президент азербайджана элька мариев на пятом съезде азербайджанца мира который проходил в городе сша выразил сожаление что ереван продолжает говорить о минской группе глава азербайджана считает что это к чему не приведет так как обещала минская группа была парализована 2019 году об этом также как вы знаете говорил и российская сторона но как мы видим пашинян хочет чтобы парализованный человек то есть группа начала свою деятельность от такого никогда не бывает может в мечтах пашиняна бывает но если группа пола парализована то это не спасет его смотрим на его лицо видимо плохом положении ищет пути по заявлению другого бывшего президента армении пашинян должен подписать мирный договор с азербайджаном чтобы армения не оставалось то есть у него оставалось кое-какие нити для государственности будет ли подписан мирный договор или нет мы видим что пашинян говоря о мирном договоре ссылается еще раз на минскую группу несмотря на то что говорит о 8 декабря 1991 года на вопрос про карабах он сказал что об этом нужно говорить с азербайджаном то есть мы видим что ситуация его критическое и поводом это является именно то что он ищет пути пути в сша пути во франции но что будет дальше азербайджан с этим согласиться или нет я не уверен так как если даже будет подписан мирный договор это не означает что все будет как говорится на бумаге нужно не только подписать мирный договор здесь должны быть гарантии гарантиям этой безопасности была россия и пашинян ищет гарантии в других странах то есть россию как гарантом не считает кроме этого также была гарантом европейский парламент как мы видим европейский парламент ему не понравился поэтому ищет новые пути новые пути у сша у франции и у других стран чему приведет это свое время как говорил бывший президент армении петросян надо вернуть земли но никто не послушался ему сейчас он говорит что надо подписывать мирный договор видим что пашинян играет с огнем то есть при этом петросян упомянул то что на карту вставлена Армения он может потерять свою независимость что будет дальше пока мы смотрим что сделает Армения Армения пока что только говорит и говорит то есть манипулирует ситуацию спасибо всем за внимание удачи всем не это это не Продолжение следует...